Проект строительства хирургического корпуса онкологической больницы в Ярославле был поддержан лично президентом России Владимиром Путиным. Ну а летом этого года объекты лично посетила министр здравоохранения Вероника Скворцова. Но буквально через пару месяцев на объекте случилось ЧП. Между подземным этажом и первым обрушилась опаловка. Разумеется, стройка мгновенно встала, но поврежденные части пришлось вынести за пределы котлована. Сюда же к месту минувшего ЧП в конце рабочего дня прибывает председатель областного правительства Дмитрий Степаненко. Объект особенный, а значит и контроль должен быть соответствующий. Проект регулярно контролирует строительство данного объекта, потому что объект на самом деле очень значимый для нашего региона. Хирургический корпус онкологической больницы очень важен для региона. И учитывая то, что у нас с онкологией, к сожалению, мы находимся в передовиках по количеству онкологических заболеваний. Подрядчик объясняет, причиной обрушения стал скрытый заводской дефект. Сейчас все последствия уже устранены. Более того, отношения с ярославским субподрядчиком, который допустил нарушение, расторгнуты. Теперь за опалубки отвечает московская компания. И то с определенными оговорками. Сейчас мы полностью весь материал поставляем сами. Полностью контролируем. Если раньше это все приобреталось подрядчиком, то сейчас мы это все полностью взяли на себя. Мы используем чисто рабочую силу. До конца этого года подрядчик намерен возвести монолит, начать кирпичную кладку и заняться инженерными сетями. Иными словами, к началу 2020-го на месте котлована вырастет 12-этажное здание. Подрядчик уверяет, сроки сдачи объекта никак не изменятся до 4 квартала 2021 года. Корпус будет включать 11 отделений, 10 операционных, рассчитан на 266. Кое-кое место будет принимать пациентов не только из Ярославской области, но и из соседних регионов. Александра Панкратова, Сергей Ватин. День в событиях.